Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Александру. Интересуемся, готов ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса? Она доверит. Даю команду на щитри. Сканер сканирует пространство над головой Александры под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систему тонких тел Александры, находит все. У нее под ногами диск как воронка, но он диском как пластинка. Силой моего намерения этот диск выходит, отключается полностью со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами и отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Диск в клетке. Он очень похож на виниловую пластинку. Она чистая, больше нет ничего. Хорошо. Никто не притянулся, больше никого нет, да? Нет. Выстраивай канал от этого диска и притяги всех ответственных связаны с этим диском. В клетку-тюрьму становятся моими заложниками. Да будет так, а так и есть? Демон. Какой у нас демон? Девенадцать. Демон, а что ты делаешь в этом биополе, который я чистил? Он говорит, что он ни при чем, я ни при чем, я ни при чем. Как ты ни при чем? В квартире? Он находится в больнице и разврасывает эти диски везде. Она сама залезла. Когда это было? Как давно этот диск находится в ее ногах? Семь дней. Семь дней. То есть ты хочешь сказать, это не было направленным ударом по ней? Не было. Хорошо, Демон. На нее конкретно. Понятно. На кого попал диск? На того? Сколько герц у этого диска? Восемнадцать. Восемнадцать герц. Ну, значит, у нее было ниже восемнадцати герц. Хорошо, Демон. Скажи мне, что осталось еще в биополе, Александра, от тебя? Ничего. Под этим диском открываю воронку в галактической ядре. Два, три. И диск уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Демон. Ты больше никогда с этим диском в это биополе не придешь. Я тебя предупредил. Ты меня услышал? Да больно надо. Там полно. Это да или нет? Других энергий кишит. Это да. Хорошо. Не приду. Готово ходить? Ну, и она пускай не портит мои сооружения и артефакты. Вот сейчас ты диск уничтожил. Это я уничтожил, а не она. Из-за нее. А я не просила ее наступать. Опять проблема с причинно-следственной связью. Если бы диск не лежал на ее пути, она бы в нее не вступила. Тогда бы ты не находился здесь, в этой клетке. Ладно, понял, понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. И демон уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяйся, обогнивай пентаграмму. Ты посмотри. Готово. Не будет рассказывать. Хорошо. Давай посмотри, сколько нужно Александре энергии и какая частота вибраций. 427. На щитрю макушку головы Александре начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 400% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота и вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Как вы себя чувствуете, Александра, сейчас? Ничего больше не мешает? Великолепно. Энергии очень нравятся. Мне чувствую сильно их в этой комнате. Отлично. Сейчас мы поднимем сюда вашего сына и после его чистки мы почистим вашу квартиру и кошек. И Вера, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенную на Земле. Один, два, три. Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он сидит и держится руками за колени, голову вниз опустил. Когда-то дал команду выйти в тонкую копию. В общем, он как заблудившийся. Понятно. Тонкая копия вышла. Защищаем его физически, берем его защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Леонардо в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Леонардо поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Леонардо, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе наперед, сеанс. И Леонардо идет к маме. Да, он готов. Я даю команду на счетри. Скэнер сканирует пространство над головой Леонардо под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Леонардо, находит все. Что у него верхние чакры вообще пустые, прозраченные. Сейчас узнаем, почему. Значит, здесь гуманоид. Гуманоид. Арахноид. Арахноид. Дракон. Вот. Какой? Красный. Любитель компьютеров. Хорошо. И бес. Какой? Восьмой. Понял. Хорошо. Итак, у нас гуманоид, арахноид, красный дракон и бес. Какой у нас красный дракон, Вера? 11-11. Ты любитель компьютеров? Компьютеров и крови. В играх имеешь в виду, да? Да. Мы уже говорили неоднократно и встречались в такой ситуации, когда подростки играют в игры, в которых убивают, и после этого главный герой воскресает. Это почти стопроцентная подключка. Ты пришел, скорее всего, на свою чистоту, красный дракон. Я правильно понимаю? Он показывает экран, как разрывает на части тело. Это его заводит. От него идут определенные флуиды, к которым подключил красный дракон. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе, красный дракон? Год и два месяца. Хорошо. Сколько находится бес в этом биополе? Пяти месяца. А ты на что зашел? На слова. Скажи, эти слова были связаны с этой компьютерной игрой, эти реакции, или это связано совсем с другими вещами? Нет, он в комнате его показывает. То есть он в своей комнате, не играя в компьютер, просто так, да? Нет, играя в компьютер, он произносит слова. Слова. Вот об этом я и говорил. Значит, во время игры в компьютер эти эмоции, которые он переживает, выражая их в словах, сработала вибрация и чистота беса. И он пришел на... Это зов. Для беса зов. Он его зовет этими словами. Конечно. И бес ближе и ближе подходит к нему. Пока он не войдет в него окончательно. Хорошо, бес меня эта информация вполне устраивает. Арахануэль, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Хорошо. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Леонардо? Все присутствуют. Все? Даже гуманоид. У него тоже есть портал. Он смотрит ночью на него. Гуманоид. Сейчас перейдем к нему. Откуда ты гуманоид? Начнем с этого. Ориона. Орион. Как долго ты находишься в этом биополе? Год в биополе. Хорошо. Скеннер, просканируй полноту души Леонардо на настоящий момент. 99% И где находится 1%? Конструкции? Гуманоида? Или у дракона в платах? У гуманоида. У гуманоида. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команды тонкой копии Леонардо спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Хорошо, гуманоид. Сориона. Объясни мне цель твоего пребывания здесь. На что ты зашел и какие цели преследовал? Он ночью. Он вытягивает из него как раз вот эта энергия верхних двух чакр. Верхние две чакры. На каком основании ты это делаешь? У тебя есть контракт с ним? Гуманоид? Нет. То есть ты делаешь то, что ты считаешь нужным, да? Да, очень удобно. У него какая-то картина стоит на кровати в образе Луны. Это портал гуманоида. У него как глаза там, он ночью смотрит и забирает его вот эти энергии верхних чакр. Хорошо. Мы при чистке квартиры найдем этот портал. Объясни мне, почему именно эта картина стала порталом? Это было нарисовано кем-то, кто к вам подключен? Или это случайность? Или как это получается? Там много чего связано. Там энергия очень подходит. Тот, кто рисовал, тоже вкладывал свои энергии и сравнивал с оригиналом. Я очень рекомендую Александре избавиться от этой картины как можно быстрее. Как у нас с реверсом, Верочка? Закончился. Устанали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Леонардо забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Пока реверс идет, сканер, просканируй верхние две чакры. Сколько процентов энергии было потеряно Леонардо из этих чакр? Там сверху еще арахноид помогал. И арахноид еще помогал. А да, от него возвращается фиолетовый цвет. А арахноид не хочет получить удар? 28% они забирали. Забирали 78%? Да. Гуманоид. Ты, по-моему, сейчас с арахноидом перешли все границы. Просто перешли. Арахноид. Он говорит, что Леонардо не пользуется ей этой энергией космической и энергией третьего глаза. И что это дает тебе право ее воровать? Если тебе это дает право воровать, то мне это дает право делать с тобой, что я захочу делать. А я знаю, что хочу сделать гуманоид. Появляется в моих руках шар с живой плазмой. 1, 2, 3. Вот гуманоид. Вот это цена. Вот к чему ты пришел. С такой логикой, как у тебя, этот шар ты в конце сеанса получишь. Он говорит, что я не убивал. Я забирал то, что ему не нужно. Хорошо, я заберу у тебя 80% энергии сегодня в этой клетке. Мне нужны мои энергии. Откуда ты об этом знаешь? Он тебе говорил об этом, что ему не нужны? Он ими не пользуется. Хорошо, оставим пока на этом месте. Ждем окончания реверса. Реверс закончил. Хорошо. Без. Есть ли арвы затемнения в биополе? Леонардо? Да, на шее. Чуть громче говори, Вера. От чего на шее? От слов. От слов. Хорошо. Ты хочешь это затемнение получить? Хочет. Выходи сначала, отключайся полностью, снимай все, что я оставил на месте, доложи, что ты закончил, я дам тебе отдельную команду. Приступай. Но он снимает с рук. Какую-то... Перчатки. Какую-то реакцию этими перчатками вызывал у него. Руки работали. Играя в компьютер. Да. Все снял. Хорошо. Разрешаю тебе забрать это затемнение. Забирай ничего, не забывай. И возвращайся назад. Готово. Красный дракон. Где стоят твои платы? В третьем глазе еще где? В сердце? В третьем нету. В сердце. В сердце. Только одна плата в сердце? Да. Хорошо. Выходи, вытаскивай эту плату, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Готово. Злой арахнует, который воровал энергии, коронной чакры. Есть ли твое потомство в квартире, где живет Леонардо? Есть. Выходи, собираясь, снимай всю свою паутину, вытаскивай все свои иголки, рассказывай, как оно работало, возвращайся назад. Приступай. Он у него в волосах копошится, но у него в голове, как чешется голова, я бы сказала, как вибрации идут. Лоб. Где волосы, он их как дергает, что ли. Лоб они, он их перебирает. Понятно. Все с ним. Хорошо, гуманоид, что-нибудь еще осталось на твоей чистоте невытащенным? Да, у него есть чип, наверное, круглый такой. Хорошо, выходить ей не надо, вытаскивай этот чип, докладая о готовности к проверке. Он стоит в третьем глазе, через него идет отток энергии. Понятно. Готово. От этого чипа выстраиваю прямой канал от Леонардо. Реверсом отдаю в этот чип все негативные патогены низкой операционной, что он от него получил. Пошел процесс. Готово. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой на этот канал, реверсом забираю. Током назад. Пошел процесс. Ну, один процент уже возвращается. Вот это один, пока один процент. Пока один. Ты думаешь, гуманоид остановился бы на этом? Готово. Потом бы он копии из него делал и перепродавал их в другие мира. Не так ли, гуманоид? И по концовке осталось бы 40 процентов души или 50. Гуманоид говорит, что именно так происходит, когда ты не обращаешь внимания на свою душу. Всегда найдется кто-то, кому она нужна. Включая внутренний белосет Леонардо, этим светом выдавливает из себя все негативное патогенное, низкая операционная, остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключик. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ним шар. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Иду и команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, на этом месте я обращаюсь к Леонардо. Леонардо, вы видите, сейчас находится в клетке термия 4 интерферента, которые находились в вашем биополе. Как вы оцениваете это? Что вы думаете по этому поводу? Я не хочу с ними жить. А вы понимаете причину, почему они пришли? Именно об этом я спрашиваю. Ну, наверное, мое поведение. Наверное? Из-за них я чувствую себя потерянным. Вы их сами пригласили в свою жизнь, потому что вы не развиваетесь, а проживаете свою жизнь в компьютере. Компьютерная игра находится на чистоте красных драконов, просто драконов. Вы теряете не только свои силы, вы теряете время в своей жизни, и по концовке вы потеряете еще свое здоровье. Именно на это нацелена интерференция. Если вы этого желаете, продолжайте жить так, как вы считаете сейчас нужным. Если вы все-таки становитесь взрослым человеком, тогда осознайте причины и последствия того, что сейчас происходит. Это все, что я хотел сказать. Подхожу к Леонардо, помогая моей энергией отстегнуть ему все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3. Удар, отлетает каналы. Открывая воронку в галактической ядро, они улетают на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, без, ты один находится в квартире, или там есть черт? Один. Хорошо, ты кошек не мучил? Нет, он их не мучил. Я же проверю. И они мне скажут, если ты их мучил, я узнаю об этом. Итак, я еще раз спрашиваю. Ты мучил кошек? Нет. Хорошо. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Выходит эмоциональный фантом Леонардо, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое аборационное эмоциональное энергии. Низкое аборационное им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Фантом вышел, но он больше нервный и уставший. Хорошо. Леонардо, эти энергии вы сами уже сгенерировали, здесь вам никто не помогал. Вот так выглядит ваш эмоциональный фантом, серый и усталый. Вы готовы от этих энергий избавиться? Да, готов. Сворачивать энергии в шар, бес забираешь? Забирает. Хорошо, отправляю тебе этот шар и расскажи мне о первопричинах. Отправляю этот шар беса. Нервозность. Нервозность. Но она связана с чем? Первопричина. Это компьютер или что это? Игры? Или это что-то другое? Или просто нервозность? Компьютер в том числе, но больше это пустота и потерянность. Не знает куда идти, да? Получается, что он учится и играет, и успокаивает себя, что этого достаточно на данный момент. Это достаточно на данный момент только для одного. Для подключения интерферентов. Больше ни для чего. Из ничего ничего не бывает. Бес, красный дракон, арахноет. Сейчас я открою два портала в квартиру. Бес уйдет в один портал, соберет все, что он там оставил. Потом покажет мне все порталы в этой квартире, я их закрою. И после этого я соберу ему в дорогу весь негатив. Красный дракон, арахноет, собирает все, что они оставили в этом доме. Дожидается меня. Я провожу проверку и первый раз отпускаю их на их чистоту. Все? Всем понятно? Да. Открывается два портала в квартиру. Леонардо, один, два, три. Бес уходит в один портал. Красный дракон и арахноет уходят в другой портал. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня гомоноид цариона сидел один год. Две верхние чакры откачивал энергии. Мы заберем в любом случае на проверку. Хорошо. Готово. Клетка пустая, Вера? Да. Хорошо, давай пройдемся по частотам. И вот сейчас переходим на чистоту. Негативная эгрегора, мешающая жизнь, судьбе и здоровье, физическому и энергетическому. Эгрегоры выходят активно и подсвечиваются. Есть эгрегоры. Сколько их? У него руки связаны, как на запястьях эгрегора. Вот. Это и есть компьютерные игры. Итак, спрашиваем сейчас Леонардо. Хочет ли он отсечь от себя все эти негативные, воздействующие на его жизнь и здоровье биополии эгрегора? Он первый раз такое видит, он не знает, что это такое, да, хочет убрать это. Это не должно там находиться. Вы сами себе связали руки в вашем хобби. Леонардо, это я вам объясняю на популярном языке. Подхожу к Леонардо, помогая моей энергией отстегнуть ему все негативно воздействующие на его жизнь и здоровье биополии эгрегора на счет 3. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Отлетают эгрегоры. Все отлетели? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, эгрегоры вместе с фантомами этих эгрегоров и неактивными эгрегорами уходят на переработку, закрывая печаток и растворяя. Готово. Ребенок очень часто предоставлен сам себе, поэтому он живет так, как знает. Готово. Мать им не занимается, ты хочешь сказать? Не уделяет достаточно внимания или в семье ему не уделяют достаточно внимания? Мама считает, что он достаточно взрослый, у него просто нет времени. Хорошо. Пусть мама посмотрит на эти результаты. Идем дальше. Готово. Хорошо, Леонардо, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Не понял. Он показывает на себя. Он разными энергиями, эти энергии, они как мышцы в нем. Он наполнен, переливается весь, показывает. Вот если вы не хотите потерять эти мышцы, эти родные свои энергии, и постоянно быть здоровым и счастливым, у вас должна произойти переоценка ценностей. Куда направлять свою энергию и для чего? Рекомендую вам заняться медитациями, другими практиками, которые вас продвинут, вашу душу вперед, а не назад. Вы теряете время, просиживая свою жизнь за компьютерными играми. Кроме того, эти компьютерные игры были созданы интерферентами, их цивилизациями, с их помощью. Там есть ловушки, в которые вы попадаете. Одна из таких ловушек, это убивать в игре и воскресать после этого. Вот в этом и вся проблема. Вы достаточно взрослый Леонардо, я думаю, вы должны понимать, куда вы идете и куда вам не стоит идти. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать Леонардо в его систему Биоробот Душа. Потом вернем маму, Александру, и после этого перейдем сразу к чистке квартиры.